привет меня зовут евгений меня зовут виктория мы рады приветствовать вас на канале вселенная beautiful world и сегодня мы отправимся в путешествие по старым горам и имя им донецкий кряж ну что поехали по своей насыщенности неизвестными и загадочными местами ростовская область не имеет себе равных таинственные горы каменные гроты с непонятными рисунками древних людей вековые сосны и песчаные барханы волшебная река текущая в песках это далеко не все что предстоит увидеть путешественник необычные ландшафты захватывающие дух панорамы и непривычные взору жителя степей лесные массивы и каждый объект будет увенчан ожерельем мифов легенд реальных историй которые можно услышать только в этой местности любой кто едет по трассе м4 на юг от москвы в сторону кавказа может оказаться на территории древнейшей горной системы также и можно пересечь возле города белая калитва по трассе м21 или по дороге цемлян шахты еще дмитрий иванович менделеев 1888 году говорил что будет здесь город возле города завод возле завода но мы постараемся ответить на главные вопросы когда и как появился этот географический объект среди окружающих пространств донецкий кряж выделяется как возвышенность протягивающаяся с востока юго-востока на запад северо-запад более чем на 300 километров при ширине от 50 километров на востоке до 120 километров на западе наиболее приподнятой частью кряжа является участок водораздела рек северского донца и рек непосредственно текущих в азовское море на территории россии а соответственно и ростовской области сейчас находится юго-восточная окраина кряжа впервые название донецкий кряж появилась 1827 году когда в горном журнале была опубликована сводная работа ковалевского опыт гиагностических исследований в донецком горном кряже так кряж получил свое нынешнее имя конечно в рельефе донецкого кряжа присутствуют следы человеческой деятельности на много десятков метров вокруг возвышаются горы отработанной породы из шахт терриконы они придают неповторимый колорит окружающей местности возможно через много десятков лет они станут памятниками промышленного освоения если мы мысленно посмотрим на этот регион сверху и мысленно же удалим покров платформенного чехла то есть осадки покрывающие кристаллическое основание то увидим что к юго-восточной европейской платформе она образовалась как и остальные древние платформы на месте подвижной складчатой зоны примерно свыше полутора миллионов лет назад присоединенная скифская плита более молодая она превратилась в платформу из подвижного полиса существовавшего на южной окраине евразии как раз период герсонского горообразования донецкий кряж иногда называют самыми старыми горами на земле это не совсем соответствует действительности в истории земли были более древние эпохи горообразования хотя донецкий кряж образовался в далекой древности и прошел долгий путь своего развития в то время как сминались складки породы будущего кряжа юго-восточные перемятые глыбы опускались чуть ниже и скреплялись в скифскую плиту то есть процессы образования скифской плиты и недр донского кряжа шли в одно и то же время и были взаимосвязаны хотя результат получился раз необычный и красивый памятник природы горы две сестры похожи друг на друга как две капли воды 100 метровые горы расположились на берегу реки северский донец недалеко от города белая калитва горы образованы путем сдвига земной коры и представляют собой пласты вулканической породы они похожи друг на друга не только склонами под углом 45 градусов но и проходящими сверху донизу известняковыми пластами шириной примерно 10 метров с южной стороны гор расположен пойменный лес с родниками чистой кристальной воды при этом эта зона считается аномальной местный житель рассказывал что видел здесь и нло по другим легендам говорят что у подножия гор зарыты несметные сокровища но их пока еще никто не откопал вернувшись в конец дивонского периода на 360 миллионов лет назад мы увидели бы что на юге восточной европейской платформы имевший в то время характер щита на том месте где сейчас расположен донецкий кряж возникает своеобразный внутри платформенный прогиб в котором накапливается толще континентальных обломочных пород а также лав и вулканических туфов по глубинным разломом прогиба проникала магма лавы изливались на земную поверхность бассейн начал опускаться и сюда приходит море не занимая однако всю территорию на обводненных приморских равнинах стоя в воде произрастали древние псилофиты как раз во второй половине дивонос уже стала покрываться растительностью к югу растилался огромный океан полиатетис который по-разному трансформируясь примыкал со стороны нынешнего юга к восточной европейской платформе до самой своей гибели около 330 миллионов лет назад возобновляется интенсивный процесс прогибания при этом начинается формирование песчано-глинистой угленосной толщи иными словами если посмотреть на любой карьер ростовской области мы можем увидеть слои песка и глины по ним мы можем изучать геологию родного края угленосная толща состоит из многократно переслаивающихся циклические повторяющихся слоев песчаника оливролитов аргелитов углей и известняков песчаник это осадочная обломочная сцементированная горная порода наступил каменоугольный период это примерно 299 миллионов лет назад донецкий бассейн и русская плита покрываются морем и являются заливом океана палеотетис за это время донецкий бассейн накапливает около 300 метров известковых органогенных осадков донецкий бассейн в карбоне представляет из себя огромную заболоченную область по берегам росли могучие деревья основные углеобразователи того времени плавновидные липидодендроны перевитые канатами лиан образовавшийся тогда известняк содержит остатки кораллов иглокожих головоногих храм во имя иконы божьей матери адыгитрия построен в хуторе карпово обрызком в 1853 году из известняка и глины как и большинство других строений того времени как видите стоит до сих пор накапливался очередной слой толщин затем он входил на дно моря спрессовываясь и спрессовывая предыдущие слои на его месте накапливался новый слой так происходило не менее 200 раз в ростовской области всего два скальных массива один из них располагается в поселке жирно на берегу реки быстрой это место становится популярным среди скаловазов отдыхали мы значит в красном сулене поехали в ростов скала на скалодром у вас единственный хороший скалодром и там нам местный тренер посоветовал съездить на жирновские скалы посмотрели в интернете весьма скептически подошли к вопросу приехали посмотрели отлично пробиты маршруты достаточно легкие вплоть до того что вот наша маленькая лялька вполне долезает до самого верха получает удовольствие то есть маршруты есть и для детей и для профессионалов высота не очень большая но несмотря на это потренироваться здесь можно отлично и это для меня было тоже открытием потому что мы лазили везде и в таиланде и финляндия и никак не думали что здесь может открыться такой хороший район и самое главное что шлямбура пробиты насколько я понимаю титановыми титановым титаном то есть это весьма безопасно и прям получаешь удовольствие ничего не сыпется не камней никаких то есть очень безопасный район и самое главное когда ты достигаешь вершины покоряешь город а ты можешь повернуться и посмотреть на просторы нашей большой родины стволы и ветви листья деревьев падавшие в воду древнего болота образовывали торф подобный тому который образовывается сейчас потом торф покрывали слои других горных отложений тем самым уплотняя и спрессовывая их затем происходили сложные химические реакции которые превратили торф в бурый уголь процесс накопления угленосной толщи в карбоне не закончился и продолжался в нижнее пермское время примерно 299 миллионов лет назад на этом преобразование не закончились температура в несколько сот градусов и высокое давление в недрах земли превратили бурый уголь каменный тот самый блестящий черный камень который добывают в донецком бассейне за моей спиной центральная обогатительная шахта поселка шолоховский белокалитвинского района в которой происходило обогащение каменного угля на очередном этапе вновь изменился облик региона начали возникать пологие складчатые структуры их возникновение привело к отделению от моря обширного залива при высыхании этого залива отлагались гипсы соли медистые песчаники область донецкого бассейна зажатая между кристаллическими массивами воронежской антиклизы и украинского щита подвергаются интенсивной складчатости поднимаются и превращаются в складчатое сооружение кряж термин кряж и означает возвышенность в юрском периоде это примерно 145 миллионов лет назад донецкий кряж представлял из себя сушу то есть древнее море отступило обнажив дно последние полтора миллиона лет северский донец и его главные притоки образовали пять надпойменных террас относительной высотой от 80 метров и ниже сложены они преимущественно из песка покрытым лесом а это окрестностях у таракрутинский посмотрите как интересно за тысячи лет река калитва врезавшись в глинистые отложения обнажила каменные породы донецкого кряжа выглядят как стены старого разрушенного замка донецкий кряж с его расчлененным рельефом служил убежищем для теплолюбивые флоры и фауны в ледниковые периоды здесь обнаружено множество растений с разорванным ареалом имеющих связи с кавказом крымом средней европой релихтовым является на донецком кряже играл в ряде мест по северскому донцу растет меловая сосна именно такая игра природы порождает массу мифов и домыслах о существовании древнейших цивилизаций когда степи ты можешь встретить камень с идеально круглым отверстием вырезанным словно лучом а это всего лишь навсего природные процессы ветра воды на химическая реакция в меловой период 65 миллионов лет назад донецкий кряж испытал еще один этап складочности и роста когда сменали складки отложения юрского и триасового периодов кряж в результате долгих разрушений стал обладать сложной расчлененной структурой с ярко выраженной грядой песчаников терриконы являются визитной карточкой всех угольнодобывающих регионов ростовской области их символом символ этот хоть и оригинальный но приносит только негативное воздействие на экологию природу и здоровье людей живущих рядом с ними при этом есть масса примеров европейских стран где горящие фоняющие и просто занимающие гектары плодородной земли терриконы превращают в объекты индустриальной культуры ландшафтные парки туристические объекты нужно всего лишь воспользоваться опытом других стран изобилие камня приводит к одной особенности здешних мест камень плетняк использует строительстве в основном строят небольшие заборчики или загоны для домашних животных но теперь небольшой бонус для тех кто досмотрел наше видео до конца как многие знают я занимаюсь вязанием мягких игрушек и сегодня я хотела бы разыграть вот такую милую кошечку среди наших подписчиков для того чтобы принять участие в конкурсе достаточно выполнить несколько простых условий первое нужно быть подписанным на наш канал нажимаем кнопочку подписаться под видео второе нужно обязательно поставить нам оценку лайк или дизлайк но я думаю что все-таки лайк третье необходимо оставить комментарий с пометкой хочу игрушку победителя мы определим 1 сентября и ваш подарок отправиться в любую точку страны и мира виктория давай подведем итог сегодняшнего нашего путешествия то есть получается недра складчатые как у гор но самих гор нет расположен внутри платформы но не является ее частью при этом начинал как прогиб а теперь является возвышенностью да вот именно такой он донецкий кряж путешествуйте по ростовской области и вы найдете много новых интересных мест но мы отправляемся на поиски новых приключений всем пока